Расторгуевская библиотека для многих, кто пришёл сюда однажды, стала уютным местечком, где можно подружиться не только с книгой, но и найти хороших собеседников, интересное занятие. На празднике было много друзей библиотеки. Семейная атмосфера этого учреждения позволяет помнить каждого читателя по имени, уделять внимание всем. Библиотека – это очень серьёзный, отлаженно работающий организм, без которого многие детки наши, которые вырастают и которые идут потом по жизни, вспоминают, как они сделали первые шаги в библиотеку. И первый, с кем они встретились в своей жизни, как скажем так, во внеклассное время, это был библиотекой. Читатель тот, ради кого и существует библиотека. Сегодня здесь зарегистрировано более полутора тысяч читателей, и что особенно приятно, почти половина – дети. Татьяна Пономарёва не так давно работает заведующей детским отделением, но успела полюбить и это место, и своих юных читателей. Здесь так тихо, мирно и очень уютно. И много детей, которые приходят, вот именно, интересуются книгами, спрашивают, наверное, такие книги, которые хочется им выдавать, выдавать и ещё раз выдавать. Владимир Швецов с детских лет ходит в эту библиотеку. Книга давно стала его спутницей, возможностью самосовершенствоваться. За преданность этот читатель был награждён грамотой. Развитие человечества в Александрийской библиотеке до сегодняшних дней проходило через книгу. Иначе она не может развиваться. Знание любого человека – это просто источник информации. Без знаний мы превратимся в дикарей. В Расторгуевскую библиотеку приходят целыми семьями. Такой преданностью может похвастать далеко не каждое книгохранилище. В нашу библиотеку издавна ходят люди с семьями. Здесь вырастают дети, они становятся взрослыми и приводят сюда своих детей. И мы дружим вот с этими семьями уже много-много-много лет. И семьи у нас не простые здесь Расторгуев живут, а творческие. Одной из таких семей является семья Каштановых, которые абсолютно все обладают творческими способностями. Глава семьи вышивает бисером, супруга тоже. Дочка Маша вообще разносторонний человек. Она работает в объемной технике бисера, вышивает нитками. И еще она печет великолепные торты. Вы можете посмотреть на один из них здесь на столе, который она специально испекла к 90-летию библиотеки. Творческие объединения, которыми издавна славится местная библиотека, собирает таких, как Каштановы, предоставляя возможность их творчеству быть увиденным. В этот день было сказано много теплых слов в адрес всех, кто предан Расторгуевской библиотеке. В библиотеках, которые имеют очень интересную историю, очень интересные люди работали в свое время в этой библиотеке, и очень интересные читатели приходят сюда. Поэтому, как вы видите, сегодня действительно такое неформальное мероприятие, которым чувствуется душа и любовь. А это кот, которого зовут Пушкинс. Еще один хозяин Расторгуевской библиотеки. Читатели его знают, он дает себя погладить. Но читать, правда, пока не научился. А в конце мероприятия ребятам предложили нарисовать мелом рисунки к сегодняшнему дню. Дети рисовали книги, праздник, писали поздравления, желая своей библиотеке быть такой же теплой и душевной. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова